Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, Андрей! Добрый вечер! Давно вас не было? Да, два с половиной месяца. Ну, уже соскучились, также есть зрители, которые скучают, наверное, по вам. Кстати, да, спрашивали. Интервью давно не снимаем с вами. Вы были в России? Да, ну, занимались чисто бытовыми делами, там, с зубами, с хозяйственными всякими сложностями. Рассказывайте, как провели зиму в России? Зима в этом году, ну, да, для тех, кто, конечно, в России, я думаю, ничего нового я не скажу. Зима была безумно снежная, достаточно теплая, но все равно, как говорится, душа тянулась к морю. Частенько даже снилось и море, снился мой собеседник напротив. Ну, мы держали связь. Да, держали связь, все замечательно. Короче, солнышка тоже в этом году что-то мало. Да, в этом году вообще погода какая-то феерическая. Мы наблюдали, да, буквально чуть ли не каждый день, смотрели прогноз. Сегодня 12 марта, снег выпал на вершины горах, прохладно стало. В России вообще было до минус 15 ночи в Москве. Там вообще дубняк был страшный, причем резко, там была плюсовая температура, снег уже ставил. И пришли такие морозы. Хотели приехать, никак не могли. Ну, это да, как обычно. Хочешь насмешить Бога, расскажи свои планы. Так и у нас. Собирались в январе, приехали в марте. Ну, ситуация сейчас хорошая. Ситуация непростая, да. Политику лезть уже не будем тогда. Мы не будем, мы просто рассмотрим те вопросы, которые возникают в политике. Ну и за мир. Безусловно. Как там у вас прошло все это? Прошло у нас, если речь вести о нашей поездке. Бизнес, бизнес. Нет, бизнеса, к сожалению, у меня или к счастью, давно уже нет никакого, поэтому я в этом плане сплю спокойно. Просто подготавливались к переезду. Ну да, много организационных моментов. Машину надо было привести в порядок, покрасить, сделать ТО, поменять кое-какие там детали походовой. То есть чисто такие бытовые вещи, которые, как обычно, растягиваются. Загранпаспорта обновили. Загранпаспорт, он долгий. Нормальный. Он дается на 10 лет. Документы все, какие нужно были, сделали. Все с собой взяли, да. Каждый день считали, когда поедут в Валаню. Вот сюда, вот тянуло, вот хочется, хочется, хочется. И, наконец, эти события произошли. Могу рассказать, конечно, такую... И рассказывайте. Любопытную нашу поездку. Выражаясь таким культурно-литературным языком, это был, конечно, трэш. Приехали мы в Владикавказ. Как это ни странно звучит, ПЦР, который надо было там сдавать перед посещением, показал плюс. Жена сказала, быть такого не может, потому что никаких симптомов, ничего нет. Давай, говорит, подождем два дня. Подождали, пересдали. Естественно, результат был отрицательный. Но, как обычно бывает в жизни, закрылись перевалы в Верхнем Ларсе. Снег там, лавина. Да, выпал снег, лавинообразная ситуация. И мы сидели там фактически неделю. Конечно, любопытный факт такой мы отметили. Когда мы приехали в гостиницу, практически никого не было. Через два-три дня, когда мы начали продлевать, гостиница оказалась битком забита. Как это ни странно звучит, одинокие молодые мужчины. И почему-то все ехали в Турцию. Через Грузию. Ну, частично и в Грузии. Понимаем, за что за счет. Да, ну, это действительно можно понять из-за этих событий, которые происходят. Видел я вещи, которые, честно говоря, первый раз в жизни мне встретились. Когда мы выехали из Владикавказа в сторону пограничного перехода в Верхний Ларс, по очереди из грузовиков я видел первый раз в жизни, тянущиеся на десятки километров. К заправкам? Нет, стояли вдоль обочин десятки километров. Ого, дальнобойщики, да? Дальнобойщики, да. Турецкие, грузинские, российские какие-то еще. Они бут подняли сейчас, не хотят ехать вообще. Я вообще не представляю. Бензин, цены поднялись там. Во-первых, холодная погода. Я вообще не представляю. Они там жили, наверное, неделями. В машине. В машинах. Тем более, там масса КамАЗов, которые вообще убогие машины, не предназначены для дальнобойя. Вообще кошмар. А потом началось самое интересное. Нам, в общем, как-то немножко повезло. Местные люди начали эти очереди объезжать. Мы пристроились в хвост и поскочили почти в начало. Самое близкое место, где уже можно было встать в очередь на эту самую. И мы в числе машин 20-30, казалось бы, небольшое количество, тем более там несколько переходов, мы стояли почти 5 часов. Нашу машину загнали на рентгеновскую остановку. Просвещали ее со всех сторон. Потом, значит, вызывали, смотрели, объясняли мы там каждый жильяк, который там преследовавший, конечно, анекдот. Потом поехали. Что само по себе тоже было достаточно веселым приключением. Верхний Ларс – это, значит, граница перед началом гор. Там есть ряд туннелей, где машины разъехаться не могут. И, значит, местные грузинские полицейские регулируют движение с двух концов. И мы стояли там почти два часа, пропускали встречных. Потом поехали, значит, эти все. На самом деле, тоже я как-то перепугался, взял зимний шин, надел. На самом деле, совершенно напрасно. Дорога была чистая, асфальт чистый. Но единственное, из-за узких дорог, из-за битости грузовиками, вот это, конечно, такая мягкая, не очень приятная. Грузинские пограничные посты, на удивление, лояльные, просто до смешного. Когда мы пришли границу российскую на грузинскую, достаточно легкий, формальный, куда едете, показали, пару сумок посмотрели, даже не стали не просвечивать, не выгружать все, и поехали дальше. И то же самое у нас было на обратной грузинской границе, когда выезжали в Турцию. А на турецкой нас постигла очень большая удача. Сначала, значит, прошел легкий осмотр. Посмотрели две рисунки, машину отодвинули, я пошел оформлять документы. Думаю, все. Машина была битая, да, полностью? Полностью забитая, да. Потом пришел какой-то загадочный, веселый турок, сказал, follow me, и загнался в ангар, где досматривают грузовики. Там пришло пять, не знаю, таможенников или каких-то там помощников. Вытащили из машины все, оставили только сиденья. Истребитель нашли в машине? Да, нашли истребитель, Су-25 точно. И потом пустую машину... Это они рентген все делали. Послали на рентгеновскую установку пустую машину. Все полностью вытащили. Абсолютно вытащили. Вытащили все из сумок, все перерыли, перещупали, перенюхали. Но я подозреваю, что, наверное, все-таки вот это вот такое не совсем адекватное отношение было из тех событий, которые у нас происходят. То есть отношения... Сложная ситуация. Я думаю, что они должны уже были это делать под каким-то... Меня это, честно говоря, удивило. Попал? Попал. Ну, что делать? Ну, иногда попадает в жизнь. А как без этого? Потом еще хотел сказать, те, кто поедет на машине, значит, если речь идет о Балане, там есть два маршрута. Мы ехали по маршруту до Трабзона. Эта дорога идет вдоль моря. Ну, дорога чистая, хорошая. Единственное, там сплошные населенные пункты, быстро не поедешь. А потом от Трабзона дорога пошла в гору. Значит, те, кто будет ехать... Я, кстати, там вот мне позвонил один мужчина. Я был приятно удивлен. Он уже здесь. Он тоже из Москвы. У него одна жена едет на машине из Москвы в Аланье. И он меня очень подробно расспрашивал вообще, какие особенности. Ну, я ему рассказал, чтобы там маршрут продумывать, чтобы там где ночевки и прочее предварительно искать. Про таможню тоже говорю. Но он говорит, что у него жена ничего не везет, поэтому я думаю, вряд ли ее там будут так досматривать. Но там есть еще один, конечно, вот такой, но не подводный камень, но некая сложность. Мы ехали по дороге, которая проходит через Конью и выходит в Манавгат. Там дорога Адова. Мы попали туда поздно вечером. То есть мы выехали из Конью где-то часов в шесть. По навигатору я посмотрел, да, Ланя, 260 километров. Ну, как говорят народы, для бешеной собаки это не крюк. И мы с женой поехали. Сначала была идеальная дорога. Ну, просто блестящий асфальт. Вот языком лизать можно. Плавные тягуны завели нас на 2000 метров по высоте. Там, где лежит снег, по колено. Ни освещения, ни людей, ни населенных пунктов, ни чья нет. Одни фуры и страшенные серпантины. Там были повороты, которые там, ну, буквально там метров 50-100 прямые отрезки. Потом идет там чуть ли не на 180 градусов. И самое неприятное, я вот столкнулся с этим впервые. Безумно крутые спуски, вот если ехать оттуда. Больше 10 градусов. То есть у меня машина-механическая коробка. Я включал вторую скорость, чтобы не сжечь колодки. И она разгонялась там до 80-90. Обороты уходили там за 5000. То есть безумно крутые спуски. Безумно. Почему не советуете ехать? Нет, дорога там чистая. То есть снега там никакого нет. Единственное, она, конечно, разбитая, очень шершавая, почти как гравийка. Плюс идут фуры. И вверх, и здесь. Местами достаточно узкая дорога. То есть там, например, обогнать за счет того, что там крутые извивы, то не всегда даже можно. То есть приходится напрягаться, ехать. Ну, то есть такое достаточно стрессовое состояние. Лучший маршрут – это через Анкара и Спарта. А мы мимо Анталии, Азианталии сюда. Мы как раз мимо Анкары проезжали. Надо было туда и оттуда заехать. Мы ехали до Анкары, потом дорога пошла влево. Я к тому это говорю, что те, кто планирует ехать, если дорога будет от Коин до Манавгата, надо иметь в виду, что вот этот кусок, конечно, планируют, чтобы дневное время, или во всяком случае, светлое. Потому что ночью там очень некомфортно. Ну, действительно, на эту дорогу вообще не выехать. Через Анкару, и Спарта, и Мангань. Может быть, да. Ту дорогу я не знаю. Ну, вот обратно поедем, можно будет посмотреть, как. Там будет побольше, 80 километров, наверное. Ну, вот по той дороге она прямая. Ну, наверное, да. Там несколько вариантов, да. Ну, я хотел бы опять вернуться. Ну, дорога – дорога. Я надеюсь, это будет полезно. Потому что соберется машина ехать. Хотел бы вот затронуть такой вопрос, который меня, честно говоря, с одной стороны приятно удивил, с другой стороны задача. Насколько ощутимо выросла, соответственно, вот эта вот цена на практически продукты. Вот сегодня ходили на рынок. Ну, это да, на рынке я уже был. Да, да, мы встретились, да, да, да. Что могу сказать? То идет вверх, то идет вниз. Сейчас все, снег выпал в горы. Некоторые продукты уже заморозка. Ну, мало, да. На самом деле, действительно мало. Цены подняли некоторые. Все зависит от бензина на данный момент. Бензин здесь, да. 23 лиры уже, 22 с чем-то, 23 литр. Посмотрим, как на рынок подействует это все. Ну, вроде барил у нас 109 упал, наверное, сегодня. А, нефть, да, она немножко припала. Там около сотни, по-моему. Куда нефть, туда и все. Тут пойдут спад ближе к маю месяцу, когда уже новые овощи, фрукты вырастут. Ну, да, тут, в принципе, уже надо будет все. Потом вот я хотел еще тоже спросить. Я тоже смотрел разных блогеров по поводу недвижимости. Сейчас вроде бы какое-то очень большое оживление среди покупателей. Это так? Да. Цены на недвижимость идут вверх. Причины тому, это ситуация. С Россией 30% в рынке здесь у нас. И по данным, миллион 400 выдали в ВНЖ. Иностранцы проживают. И 4 миллиона здесь беженцев в Сирии. Вот знаете, да? Да, ну это известно, да. 4 миллиона рублей. Из-за этого в некоторых городах даже пристанавливали выдачу ВНЖ. И усложнили подачу ВНЖ по аренде, 6 месяцев делают. Там депозит надо ставить. Официально пока закон не вышел, но уже начали так делать. ВНЖ, если будут продлевать через 6 месяцев, говорят, определитесь, покупайте небежимые. Или же покажите ваш доход. Как-то каждый день в месяц будем тратить в банковском этапе. Ну, оборот, где должен быть, да, оживлен. И те, кто здесь живут уже до этого закона, до этих правил, они уже должны тоже решиться покупать недвижимость. Или же продлевать, ставить депозит. Вот такое вот правило. Конкретно я эту всю информацию узнаю. Потому что одна данная шмала, это виза, офис виза говорит другое. Один говорит другое. Едешь в миграционную, чиновник говорит другое. Звонишь 157. Самая верная информация, это короткий номер 157. Там есть на всех языках английский. Туда звонишь, там говорят законы. Такого закона нет, это дезинформация. Вот было месяц назад информацию, что ВНЖ на 6 месяцев дают. Я звонил, они говорят, такой закон еще не вышел. Может быть, в мае. То есть пока сохраняется годовая? Годовая, но ВНЖ уже эта тема идет. Уже 6 месяцев тема уже есть. Затрудняет после вот этой ситуации. Вот я тогда хочу сказать, такая наплашивается парадоксальная вывод. С одной стороны, вроде все это как-то сложно, экономическая ситуация в мире и конкретной в Турции, в России. А количество, получается, желающих перебраться, оно растет. Со всего мира. Понятно, со всего мира, да. 30% рынок СНГ, скажем, где-то. Еще 70% есть другой рынок. И, соответственно, на России только сейчас канал в сторону Турции. Туризм горят вроде с Турцией. И из-за этих санкций в Европу въезда нет. Россия, нам остается одно направление позже Турции. Из-за этого наплыв сюда, цены поднялись. И типа подниматься, будем говорить, все. Рассрочка у застройщиков где-то сейчас тормознула, потому что с ВИЦ были. И вот с переводом денег, вот сложности. Цыганская почта, вот скажем, там отдал, тут взял. Больше всего сейчас будет работать на рынке, но все проценты сейчас подняли. Вы как вот переводили? Ну, у нас-то ситуация была проще. Мы эту все процедуру делали в октябре, когда не был запрет. Тогда раньше смело идешь в красный коридор, там до 100 тысяч, там вообще проблемят. 10 тысяч долларов на человека. Ну, как скажем, многим биткоинная тема сейчас появилась. Регистрацию не могут, мне звонят. Как объясни Ага-Си, как можно делать, часами объясняешь, в конце не помню. Я объясняю, найдите там для соседа или друга, кто разбирается в этом процессе, регистрация там на биржах каких-то, криптовалют, чтобы он сам сидел рядом и через телефон регистрировал все это дело. Нет, способы эти есть. Опять же вопрос, конечно, двери и тому, с кем ты будешь делать. Но, опять же, жизнь показывает там по цепочке, знакомость знакомого. Всегда можно найти достаточно адекватных людей, которые тебе покажут, расскажут, разведут эту всю процедуру и здесь ты, соответственно, уже сможешь расплатиться. То есть было бы желание настойчивое. Потому что я хочу сказать, масса факторов, которые, опять же, учитывая текущую ситуацию в России, они здесь нахождение гораздо более предпочтительное во многих смыслах. Если, конечно, у тебя там не 5 копеек в кармане, а какие-то все-таки накопления за трудовую деятельность есть, то, безусловно, есть смысл там. Многие даже просто переждать, выезжают там за рубеж. Со всех точек зрения. Мало ли какие там события будут развиваться. Здесь достаточно спокойная, стабильная ситуация. Стабильная, но с оплатами у всех проблемы. Но нужны денежки, да. Карта не могут уже там. Карта Мир сегодня не работала вроде. Я сейчас с подругой там, она оплачивает в магазине смогла платить. Аня UnionPay карту тоже привезла. А ее зарегистрировала? Она уже зарегистрировала. Работать вроде. Тинков не работал. 2-2 карта, она исполнила. А там есть какие-то виртуальные. Я вот правда не очень понимаю. NFC, через телефон. Нет, не телефон-то. Вот UnionPay по-моему с кем-то контактирует вместе. То есть Мир и UnionPay по-моему там в одной карточке две платежные системы вроде бы есть. Ну сейчас их как-то объединяют. Тинков, кстати, я читал, собирается это сделать. Наверное в следующей неделе это уже будет. Я думаю, это вопрос решится. Около банкомат, около Халкбанк не было народа. А то вчера толпа там 2 человека. Ну были последние дни, мы тоже ходили там в очередь заставили деньги с ним. А сейчас вроде сегодня даже в магазинах все сказали, эти продавцы, что с российских карт оплата не поступает на данный момент. Ну я хочу сказать, это хорошо, что оно сложно. Это значит есть повод, раздумие, обзавестись новыми контактами, новой информацией. Кто это не понимает в этих делах, ему сложно. В основном углу дам эти проблемы, паник начинается сразу как мне. Ну мы про женщины, ну женщины, они особые существа, их многое пугает, но не всех, конечно. Как вот я говорю, там вот меня сегодня консультировал мужчина, одна женщина, немолодая, из Москвы едет одна на машине. Вот это как там? Вот эти 3,5 тысячи километров. Я уже спрашиваю, слушай, а почему ты? А говорит, она вполне самостоятельная и достаточно уверенно должна доехать. Поэтому я просто восхитил. Вот такие женщины есть в русских селениях. Все, что если есть, то... Многие мужики-то побоятся поехать, помимо даже расстояния. В банках, кстати, счет уже некоторые отказывают не открывать счета. Почему? Я мучаюсь несколько дней. Это вот в связи с событиями или нет? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Есть все наши клиенты, которые приехали, в ВНЖ нету, человек хочет купить недвижимость. Может, нашли сейчас закон, там надо валюту поменять. Да, я знаю, там процедуру там теряет, потеряет. Зират Котлэм открывает, ну там очень бешеная, там надо рано утром идти втать, в 10 часов открывается система, с 10 до 4 работать этой системы. Или надо рано утром идти, или сегодня идти, на завтра заказывать, чтобы вам очередь там прописали. Потом Зират сам тоже открывает, без ВНЖ, только для... Для покупки. Валюта именно вот эта покупка. Ну да, то есть выносим, да. А так счет не открывать без ВНЖ. С иностранным номером, ИНН нужно открыть. И советую всем, если вы открываете ИНН онлайн, нужно прописать в адресе Анталия, запятая Алания, запятая район Кестель-Махмутлар и название резиденции, где проживаете, да, проекта. Блок, номер, все, квартира. Даже если к другу приехали, ИНН на его квартиру открываете, без слова Анталия Алания в банке ИНН документ не принимает, счет не открывает. Я бы сформулировал этот момент совершенно по-другому. Я бы вот лично высказал свою точку зрения. Понятно, она может действительно полезная информация, но это далеко не единственный нюанс, который ты должен хорошо знать и быть. Поэтому я вот положился бы на чайку, в данном случае на Агасе. Понятно, я просто прожил. Да, да, да. Агасе прошел, он все знает. То есть идеальный вариант все-таки, если, конечно, есть доверие между, скажем, риэлтором, в данном случае, как Агасе, когда мы с ним познакомились, оно сразу возникло, вот я не знаю, может это оттуда пришло, но оно имеет место быть. То есть если есть доверие, то лучше все эти организационно-бюрократические аспекты, конечно, могут... Понимаете, решите. Лучше, да, лучше. А советую, что как быстро сделать, потом туда-сюда потом придется бегать, день-два потеряете. Потом я еще выскажу предположение. Но рано или поздно все вот эти вот там и спецоперации, все эти экономические кризисы и прочее-прочее, они кончаются. Значит, мест, которые с точки зрения экологии, удобства для жизни и достаточно, так скажем, разумных цен на житие и бытие, на белом свете, не так уж много. Я думаю, после того, как эта вся дрянь завершится, не эти все перипетии, то наверняка желающих будет существенно больше. Поэтому я бы посоветовал, опять же, обращаясь к кому-то, кто хочет, во-первых, кто принял более-менее уже такое отчетливое решение перебраться сюда, может, не на ПМЖ, но хотя бы завестись небольшой квартирой. Ну и, безусловно, имеет финансовые возможности, то я бы советовал задуматься. Потому что, действительно, Агасий вот упоминал же, что сейчас вот такая ситуация нестойчивая, но можно сделать как еще? Если у кого-то потенциальные, в общем-то, денежки есть, вот есть же контактный телефон Агасия. Безусловно, общительный, контактный человек. Звонишь, говоришь, я, положим, хочу, имею столько. Вот какие шансы и что можно на эти деньги приобрести? К тому времени нужно поговорить, потому что квартиры быстро уходят. На данный момент, сегодня уходит квартира, а через два дня она уходит. Или хозяин цены меняет, поднимается, пользуется моментом рынка. Я вспоминаю… 55 есть, 58, 1 плюс 11. Старостройки. Товарищ, который там с нашего Северного Кавказа, купил, по-моему, то ли 3, то ли 4 плюс 1 квартиру за 80 тысяч. Помнишь? 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 Да. Повезло. Повезло. Потом было еще несколько вариантов. У нас кто приобрели, все плюс. Нет, это понятно. Но я думаю, что цена вот с этими ценами, она все равно будет медленно ползнуть. Даже в России, я хочу сказать, вот несмотря на все эти вот жуткие события… В лет в Киеве Европа в Турцию будет ездить. Ну, безусловно, будет так удобно. Иран, Саудовская Аравия, там, Дубай, ну, все еще не знаю. Ну, Восток мы даже не берем. Они-то приобретают, здесь много стало арабов, которые покупают недвижимость. Нет, понятно, я знаю. Да и китайцы мне рассказывают, кто тоже покупает, в общем-то. Уже начали, но пока их не видел. Ну, только из-за этого уж там же было в этом деле диетам проблема осенью, когда все эти повыольняли. А, да-да-да, помню. Китайцы скупали вообще чуть ли не целыми блоками, по-моему. Приостановим, да. Потом все это остановили. Все. Спасибо за информацию. Хорошо, что приехал в Аланию. А то около камина соскучился сесть. Как говорят народу, надо почаще встречаться. Итак, дорогие зрители, если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. Мы ответим, я позвоню, если что, узнаю ваши все вопросы, ответим вовремя. Ну, ситуация, все следим за ситуацией. Поживем. Увидим. Увидим. Спасибо большое. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Ну, до следующей встречи. Ну, и до следующей встречи. Всем пока-пока.